О главных событиях дня не только в ближайшие 20 минут вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Алина Волчейская. Развитие предпринимательства в регионе и обеспечение сел товарами первой необходимости. Окружные парламентарии обсудили вопросы по внесению изменений в бюджет Ниинского округа. Они провели заседание комиссии по экономической политике. Всего в повестке дня значилось два вопроса. Первый вопрос о проекте окружного закона о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. Его доработали представители Департамента финансов, экономики и имущества округа с учетом заключения экспертно-правового управления, счетной палаты, Минюста России. Проект закона был вынесен на заседание Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства, который прошел 6 февраля. После заседания Координационного совета проект закона был размещен на портале Департамента. Принимались замечания и обращения. Замечания поступили у нас от Уполномоченных по защите прав предпринимателей. Частично замечания были учтены в данном проекте. Также обращаю ваше внимание, что в данный проект добавлены две новые статьи по инфраструктуре поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе фонд по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства. В ходе заседания Комиссии законопроект вызвал массу вопросов у окружных законодателей, поэтому в первом чтении он принят не будет. Окружные депутаты поручили Департаменту финансов, экономики и имущества округа доработать проект закона. Второй на повестке дня вопрос о внесении изменений в Бюджетный кодекс России, а не касается бюджетного кредитования. Этот законопроект разработан в целях обеспечения жизнедеятельности населения России, проживающих в условиях Крайнего Севера. На сегодняшний день населенные пункты округа в основном находятся в труднодоступных местах, поэтому необходимо делать соответствующие запасы. Проблема еще и в том, что предпринимателям в связи с новой экономической ситуацией в стране собственных оборотных средств недостаточно. Для того, чтобы обеспечить наше население необходимыми продовольственными товарами, предлагается внести в статью 93 бюджетного кодекса Российской Федерации, вернее, внести дополнение в статью 93 бюджетного кодекса и дополнить словами в соответствии с субъектом Российской Федерации топливо, которое уже предусмотрено, дополнить продовольственные товары и товары первой необходимости по перечню, установленного высшим исполнительным органом государственной власти, субъекта Российской Федерации. Председатель окружного ЗАГС Собрания поручил экспертно-правовому управлению доработать проект постановления и рекомендовал комитету принять его на рассмотрение в ближайшую сессию в доработанном виде.